Перед началом интеллектуального испытания уже традиционная процедура. У участников замеряют температуру, сканируют QR-код. После электронная регистрация на географический диктант. В этом году желающих оказалось больше, чем предполагали организаторы. Если сравнить с первым годом проведения и в этом году, то, конечно, откликов больше. Горожане охотно принимают участие в написании диктанта. Конечно, кто-то из эпидемиологической ситуации выбирает формат онлайн-написания, но и вы, как видите, в зале присутствуют люди, которые приняли решение написать в оффлайн-формате и, так сказать, поддержать друг друга по присутствию здесь и большой командой написать этот географический диктант. В числе участников и глава города Андрей Гаранин. Было много возможностей ответить, даже если не знать ответ, включить просто логику. Вообще люди должны проверять свои знания и делать соответствующие выводы, ведь никогда не поздно что-то подучить в любом возрасте. Губкинская центральная библиотека «Географический диктант» проводит уже третий год подряд. По сути, это и не диктант вовсе. Проверочная работа. Состоит она из двух частей. В первой – 10 простых вопросов, во второй – 30, но уже посложнее. Интересная практика. Вообще, в принципе, будем участвовать, отслеживать из года в год, как вообще наши знания меняются. Интересно сейчас прийти домой и проверить, какие-то вопросы запомнились. Придем, посмотрим, правильно ли ответили, поинтересуемся сами, если неправильно, посмотрим, как правильно. Когда узнал, что будет такая возможность, сразу, ну, долго не раздумывал, принял участие, готовился ли. Ну, пару дней посмотрел видео на Ютубе про географию, так скажем, вспомнил то, чему меня учили в школе, потому что уже после, ну, не пришлось учить географию. Ну, посмотрим, какие будут результаты. А результаты участники смогут узнать 6 декабря на сайте мероприятия. Кстати, там же есть возможность написать диктант тем, кто еще этого не сделал. Ровно 10 дней доступна онлайн-версия. Проверить знания по географии можно до 24 ноября. Павел Науменко, Данил Индюков, Новости Губкинского.